Игорь Эдель начал совещание с обсуждения ситуации в детском оздоровительном лагере «Волжанка». В ночь 9 на 10 июля нетрезвый мужчина перелез через ограждение, зашел в один из отрядов, разбудил детей, заставил ребят отжиматься и ударил нескольких человек. Нарушитель задержан, им сейчас занимаются следственные органы. Вчера мы провели оперативное совещание, выработали мероприятие, которое мы должны срочно провести. Я прошу Сергея Сергеевича Кучица, Наталью Владимировну, Геннадию Викторовича тщательно проанализировать ситуацию и на следующем совещании доложить губернатору. Министерство просвещения и правоохранительные органы проводят проверки по факту происшествия. Руководство лагеря заверяет, что дети вне опасности. По информации Министерства просвещения и воспитания, все детские оздоровительные загородные лагеря находятся под охраной частных предприятий. На территории каждого лагеря есть видеонаблюдение и тревожная кнопка. Приняты ряд конкретных мер. Буквально вчера, сразу же, во второй половине дня Росгвардии и полиции, было проведено совещание по еще раз обсуждению программы действий с организацией МИЧОП. Второй шаг – совещание с директорами лагерей для того, чтобы по приезду в свои лагеря ровно так же был проведен инструктаж и учение непосредственно на территории каждого лагеря, дабы исключить подобные ситуации. В Ульяновской области полным ходом идет капитальный ремонт школ к новому учебному году. В 2022 году шесть образовательных учреждений участвуют в этой программе. В их числе школы Сурского, Радищевского, Меликесского, Корсунского районов и одна школа в городе Ульяновске. В настоящее время идут активно ремонтные работы. На сегодняшний день процент исполнения ремонтных работ составляет от 25 до 40%. По условиям соглашения все школы должны быть сданы 15 августа, для того, чтобы 1 сентября дети уже зашли в обновленную школу. От детской темы перешли к обсуждению уровня зарплат в регионе по состоянию на июль. Всего в органах власти и муниципальных образований за первое полугодие заключили около тысячи соглашений о повышении заработной платы. За последние две недели соглашения подписали еще 55 новых организаций. По статистике за 4 месяца 2022 года средняя заработная плата в Ульяновской области составляет 38 тысяч рублей. Почти 94 тысячи работников уже почувствовали на себе изменение уровня оплаты труда. Это почти 16% от занятого населения во внебюджетном секторе региона. Бюджет Ульяновской области исполняется с хорошими темпами роста. За первые 6 месяцев 2022 года регион получил в казну более 38 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом это больше почти на 15%. Собственные доходы региона составили более 26 миллиардов рублей. Большая часть из этой суммы – это налог на прибыль. Рекордная прибыль за последние 5 лет почти 7,4 миллиарда за эти 6 месяцев. Темпы роста составляют почти 30%. Также хорошо демонстрирует рост поступления на налог на доходы физических лиц. Ну и в принципе многие другие налоги, в том числе которые связаны с самым бизнесом. На заседании штаба также обсудили ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Поговорили о приведении города в порядок. Коснулись ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Сейчас заболеваемость находится на стабильно низких показателях. Но к осени в Ульяновске не исключают новой волны COVID-19 вместе с ростом ОРВИ. Чтобы предотвратить заражение, ульяновцам рекомендовано ревакцинироваться. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.